Я думаю, что по многим направлениям промышленности, в первую очередь, те, которые завязаны на сферу туризма, то есть это и производство продовольственных товаров для нужд огромного количества гостей, которые проживают сегодня в Абхазии, это и первичная переработка сельхозпродукции, это и, соответственно, производство различных строительных материалов, это и производство асфальтобетонных смесей, потому что, соответственно, должна строиться инфраструктура. Вот, например, мы были в порту, они сказали, что так как бетон они в достаточном количестве получить внутри Абхазии не смогли, они вынуждены были построить свой асфальтобетонный завод, точнее, бетонный завод и производить для себя, соответственно, бетон на строительство терминала. Это достаточно, опять же, это рабочие места, и это вот такие дополнительные цепочки поставок. Это и производство различных радиоэлектроники, это и производство светового оборудования для подсветки художественных зданий и многие другие направления, с которыми мы приехали. Это кондиционирование, это производство оборудования для переработки вина, производства вина. И сегодня есть и в Петербурге образцы, и с нами вот вместе приехал производитель, один из тех, которые производят и холодильное оборудование уже для хранения вина, и, соответственно, любого типа оборудования для производства вина. То есть вот по всем этим направлениям я вижу достаточно большие перспективы, и главное, что у петербургского бизнеса, видя подход сегодня президента республики, команда, которая работает сегодня над развитием Абхазии, видя этот подход, есть уверенность в том, что инвестиции не пропадут, и можно спокойно вкладывать деньги, развиваться вместе, создавая совместные предприятия или создавая там дочерние общества как питерских компаний в Абхазии, так и абхазских в Петербурге.